Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Хорошо, приедем, а посмотрим, что это там за перевалочная база у вас образовалась. Спасибо, Юрий Федорович. Ну, вам спасибо. Разговор напрямую. В ходе телефонной линии Юрий Поляков ответил более чем на два десятка звонков анапчан. В 17.29 мы получили первую информацию о загорании. В шаге от трагедии. Пожарным удалось оперативно локализовать очаг возгорания на плавних лиманов Витязева. Это замечательный плюс. У нас появится гораздо больше спортсменов в Анапе. Анапа спортивная. На курорте открылась уникальная тренировочная база по кроссфиту. Вчера православные христиане отметили светлое Христовое воскресенье – Пасху. Жители города-курорта приняли участие в крестном ходе, который длился около трех часов. Они прошли по центральным улицам, неся благую весть. Участников встречали наши корреспонденты. Во дворе накрыт трапезный стол, освященные куличи, яйца. Екатерина Миролюбова – прихожанка храма преподобного Серафима Саровского уже около 15 лет. Называет его не иначе, как «вторым домом». Отмечает особую атмосферу, ощущение сказки. С ней дочь Евдокия, Дуня, Дуняша. В семье стараются хранить традиции, в том числе пасхальные. Этот праздник на особом месте. Радость, весна, пробуждение, спасение. И как-то, даже если какие-то есть невзгоды или что-то, как-то все уходит на задний план, идет примирение в душе и вокруг со всеми. В приход прибыл крестный ход. Более трех часов его участники шли по центральным улицам города достаточно быстрым шагом. Здорово. Это очень даже физически полезно, наверное. Поэтому нам понравилось. Все улыбались, все радовались. Все славят Христа. Очень здорово. Есть такое церковное песнопение пасхальное. Веселыми ногами. И вот мы это сделали сегодня на практике. И самое главное, что и сами возрадовались, и других порадовали. Пасхальная вечерняя служба. К этому моменту весь огонь в храме – частица того, что привезли паломники из Иерусалима. Как говорят в приходе, дошел благодатным путем, а остальное – уже технические детали. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Епископ Новороссийский Геленджикский феогност в своем праздничном поздравлении назвал воскресение Христово великим и спасительным праздником – моментом победы над смертью, который наполняет человеческую жизнь особым духовным смыслом. Если есть жизнь вечная, то все прожитое нами во время земной жизни имеет свой глубокий смысл. Рождение и возрастание, учеба и формирование профессиональных навыков, семейная или одинокая жизнь, радость и даже страдание – все это наполняет реальным смыслом, поскольку через это происходит формирование бессмертной человеческой личности. Воскресение Христово призывает нас верить в собственное воскресение, побуждает к исполнению заповедей Господних, укрепляет наши духовные и телесные силы внесения жизненного креста. Оно наполняет нашу жизнь смыслом, вселяет веру в будущее. В Гостогаевской должен появиться врач-невропатолог. На улицу Приморскую в Благовещенской нужно вернуть уличное освещение. Ведь из его разобраться с площадкой непонятного назначения, которое создает неудобства для жителей. А в Анапе от собственника недостроя потребовать максимально обезопасить объект. Это лишь некоторые из вопросов, которые были затронуты в ходе телефона и горячей линии главы города-курорта с жителями Анапы. Юрий Поляков поручил чаще проводить подобные мероприятия. Большая часть вопросов связаны с коммунальным хозяйством, в том числе с ремонтом дорог и освещением. Там же, в Благовещенской, районные электросети меняли опоры и провода на улице Приморской. Сняли старые светильники, новые еще не установили. Глава города поручил довести дело до конца, а также выехать в хутор Роза-Лексенбург, где часть улиц не освещается. Вообще, у нас электропередача, она гнилая, это еще 60-е годы. Не сделали 350 метров, а 400 метров вообще у нас фонарей нет. Это не жалоба, это просто прозия. Чем можете, тем поможете. Хорошо, хорошо. Хорошо. Хорошо, спасибо вам за позицию. Хочу сказать, позиция правильная и хорошо, что они доносят все эти моменты. Вот это надо выстраивать вот такой график на весь муниципалитет и потихоньку все это делать. Улицу Рабочую в селе Витязево продлят асфальтом более чем на километр. Вместе с тем местные жители жалуются на площадку, назначение которой непонятно. Лишь грязь по окрестностям. Они привозят, высыпают, там как перевалочная база, понимаете. Высыпят, привезли где-то деньги, им заплатили. Потом погрузили, увезли это все. И там вот эти горы всего наварено, насыпано. Естественно, под шумок туда и мусор там с обратной стороны. Можете посмотреть там. Ну давайте, хорошо, хорошо, приедем, а посмотрим, что это там за перевалочная база у вас образовалась. Спасибо, Юрий Федорович. Ну вам спасибо. А этот котлован создает неудобства для жителей двора в районе бульвара Евскина. Строительство магазина начали в 2007 году, однако грянул кризис. Проект заморозили, договор аренды истек, но через суд получено право собственности на незавершенный объект. Разбирательства продолжаются, местные жители уже обращались во все возможные инстанции. Собственника вызвать? Пусть разбирается со своей землей там. Ну вызовите, пусть разбирается. Ну вот мы его и обяжем, чтобы он разбирался. Либо пусть достраивает. Да достраивать он не может там. Не может же это все длиться. А длится 11-й год. Председатель общества инвалидов Станицы Гостогаевская, Любовь Нехорошкова, просит, чтобы врач-невропатолог работал у них на полную ставку, а не по 2-3 часа в день, как сейчас, потому что образуется очередь. А ездить на прием в город пожилым людям тяжело. По словам главы города, вопрос уже на контроле у администрации, потому что население Станицы непрерывно растет. Ответы получат все позвонившие. По словам главы муниципалитета, обратную связь с населением необходимо держать постоянно. Для этого приемы граждан и такие прямые линии будут проводить чаще, насколько это возможно. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Вчера в селе Витязево пожар едва не привел к трагедии. Загорелись плавни по предварительной версии причины возгорания, неосторожное обращение с огнем или, другими словами, человеческий фактор. Площадь пожара оказалась значительной. Анапские огнеборцы сработали четко и погасили очаг возгорания. Но необходимо сделать выводы и принять меры, чтобы подобные чрезвычайные ситуации не случались. Улица набережная села Витязева граничит с плавнями. Именно там, по предварительным данным, и был очаг возгорания. Сейчас причины пожара расследуются, но уже понятно и так. Человеческий фактор едва не привел к настоящей трагедии. Огонь, разносимый порывами ветра, в любую минуту мог перекинуться на жилые дома. В 17.29 мы получили первую информацию о загорании. Диспетчером Анапского пожарно-спасательного организона было автоматически отправлено 4 отделения основных пожарных автомобилей для своевременного реагирования и уже для возможной локализации и успешного тушения загорания. Однако, данных сил у нас не хватило. На момент прибытия загорание было очень приличным. Распространение было вдоль улицы и вдоль проживания, вдоль нахождения жилых домов. Угроза была жимылым домам, поэтому дополнительно автоматически еще отправили две единицы техники. Такие пожары, говорят спасатели, к сожалению, не редкость. Регулярно вспыхивает плавнее на чембурке горят поля в Благовещенской. И практически в каждом случае основная причина – неосторожное обращение с огнем. По словам пожарных, существует комплекс мер, которые помогают, если не предотвратить, то существенно минимизировать урон от таких чрезвычайных ситуаций. Для недопущения загораний сухой травянистой растительности в пределах каждого своего земельного участка у нас граждане обязаны проводить уборку сухой травянистой растительности. А также в правилах противопожарного режима предусмотрен пункт, устанавливающий требования к уборке таких насаждений, заброшенных участков, который говорит о том, что ответственность лежит на землепользователях, будь то юридические, физические лица, в том числе и администрация. Тушением пожара занимаются только специализированные пожарные подразделения, но могут быть созданы добровольные пожарные дружины, которые могут локализовывать пожары на начальных стадиях, если, естественно, это не несет угрозы для их здоровья. Они могут быть сформированы. Насколько я знаю, в администрации такие дружины создаются, но не всегда, конечно, они действенными оказываются. У них в администрациях, в том числе и сельских, есть первичные средства пожаротушения, они обязаны у них быть. Сейчас пожарные инспекторы ведут большую работу, выявляют места возможных возгораний, проверяется подготовленность оборудования в сельских округах, ведется разъяснительная работа с местным населением. Пожарные напоминают, неосторожное обращение с огнем может привести к трагедии. Руслан Душевский, Анна Парегион. До начала курортного сезона остается около двух месяцев. В этот период работодатели активно ищут сотрудников на летний период. Специально для этого Центр занятости населения организовал выставку-ярмарку «Планета вакансий». Здесь каждый желающий может найти себе работу и не только на лето. В Центре культуры Родина этим утром был настоящий ажиотаж. Сотни жителей и гостей Анапы пришли на ярмарку труда. От 57 работодателей представлено более полутора тысяч вакантных мест. Для посетителей, которым трудно определиться с выбором профессии, работает консультационный отдел. Сотрудники Центра занятости дают подробные консультации не только об имеющихся вакансиях на курорте, но и в других городах. Сотрудничаем с Центром занятости города Санкт-Петербурга в оказании видеособеседований. То есть граждане могут заполнить резюме. Есть у многих проблемы с составлением резюме. Мы можем помочь, подсказать грамотно, что конкретно можно дополнить в своем резюме. И мы пригласим на проведение скайп-собеседования. Назначим дату и время. Проинспектировать работу выставки прибыла заместитель главы Анапы Екатерина Боровская. Она внимательно ознакомилась с предложениями, познакомилась с работодателями. Один из важнейших аспектов – это трудоустройство на летний период подростков, не достигших совершеннолетия. Хочу обратиться к нашим родителям, у которых есть несовершеннолетние подростки. Приходите также. Вы получите помощь и возможность консультирования, возможность профориентационной работы. Для того, чтобы ваш ребенок уже сейчас знал, кем он хочет стать в будущем. И что особенно важно, в летний период мы постараемся найти возможность также трудоустройства, квалифицированное этим деткам. С каждым годом количество участников ярмарки увеличивается. В этом году впервые участвуют представители учреждения «Военно-учетный стол». Здесь можно узнать все детали о прохождении военной службы. Мы разъясняем жителям, гостям города-курорта Анапа о том, где можно встать на воинский учет, как можно оформиться на военную службу по контракту, где это можно сделать. Если есть вопросы от призывников, проводим вот эту же работу, разъясняем, что нужно для этого сделать. Всего ярмарку «Планета вакансий» посетили более 600 человек. Из них 36 с ограниченными возможностями. Они также получили консультации о возможности будущего трудоустройства. Такая активность говорит о высокой востребованности подобных мероприятий. Многие получили здесь возможность открыть для себя новые перспективы. Граждане, которые ищут работу, могут не только искать работу, но также получить консультации по заполнению резюме, заполнить его здесь прямо на месте, если вдруг они забыли его с собой взять. Кроме того, те граждане, которым необходимо повышение квалификации, могут тут же сразу получить консультацию по востребованным профессиям и повысить свою консультацию именно по выбранной уже специальности. Потому что у нас, кроме работодателей, также представлены учебные заведения, которые оказывают такие услуги. По всем вопросам трудоустройства, жители и гости города могут обращаться по адресу Анапа, улица Калинина, 12А, или по телефону 8 861 33 402 38. Руслан Душевский, Анапа, регион. В Анапе на один спортивный объект стало больше. В минувшие выходные в Витязево состоялось открытие базы по кроссфиту. Это в своем роде уникальный объект. Подобных тренажерных залов в Анапе нет. С особенностями новой тренировочной базы знакомилась наша съемочная группа. Новый фитнес-клуб расположился в селе Витязево, на территории Лок-Витязь. На торжественное открытие прибыло много почетных гостей. Представители городской администрации, известные спортсмены, и те, для кого уже кроссфит стал не просто спортом, а образом жизни. Новый спортивный комплекс для нас, для всех, это замечательный плюс. У нас появится гораздо больше спортсменов в Анапе. Поэтому спасибо компании Лок-Витязь. Ну и самое главное, всем с праздником, с благовещением. Кроссфит является одним из самых популярных и набирающих обороты направлений фитнеса. Специфика тренировок позволяет прорабатывать все тело при минимальном использовании оборудования. При этом нагрузка идет на все группы мышц, что делает этот вид спорта популярным во всех видах дисциплин. Это по любому мировому уровню. Все тренажеры, что здесь находятся, это самый высокий уровень, что на сегодняшний день есть. Я недавно был в Лондоне. И все, что там есть на самом высоком уровне, где тренируются всемирные боксеры. Потому что кроссфит – это очень важная тоже физическая поддержка спортсмену, подготовка к выступлениям. И оно все здесь есть. Заинтересовал новый спортивный объект и гостей из ближнего зарубежья. Уже в ближайшее время будет рассмотрен вопрос сотрудничества. Есть предложение проводить здесь соревнования международного уровня. В международном, скажем, уровне это тоже большое имеет значение. Потому что мы можем приглашать спортсменов из Казахстана и также здесь проводить соревнования, различные чемпионаты. Зал очень отличный, очень удобное расположение. Прекрасная территория, где можно отдохнуть, потренироваться. Моря, то есть получить оздоровиться, получить настроение хорошее. Ну и, наверное, все самое, что есть в жизни прекрасное, это, наверное, можно получить именно в Анапе. Но, конечно, в первую очередь этот объект будет доступен анапским спортсменам. Здесь наши чемпионы смогут подготовиться к соревнованиям, а жители – укрепить свое здоровье. Зал будет доступен. Мы уже ведем переговоры. Мы хотим сегмент привлекательности не только коммерции, а хотим выйти на краевой уровень, на общероссийский уровень, приглашать сюда и проводить на нашей базе соревнования. Коммерческая часть, конечно, будет присутствовать, но она будет очень доступной. Очень доступна для тех, кто хочет заниматься. Данный спортивный зал действительно профессиональный. И я думаю, что сюда приедут не только как вот отдыхающие, которые только начинают заниматься спортом, для которых можно, в общем-то, не, ну, как общая физическая подготовка, но и профессиональные спортсмены, которые оценят с достоинством. Это действительно прекрасное место, прекрасные спортивные тренажеры. Кроссфит – это относительно молодой вид спорта. В этом году ему исполняется всего 18 лет. Но, несмотря на это, его популярность неуклонно растет. Поэтому, как считают руководства клуба, этот комплекс будет востребован. И, в свою очередь, обещают предоставить весь полноценный спектр услуг, который будет соответствовать мировому уровню. Руслан Душевский, Анапа, регион. Юные журналисты со всей страны приняли участие в медиафоруме, который был посвящен нюансам создания телепередач. Журналисты телеканала «Кубань-24», а также руководитель медиашколы провели мастер-классы и раскрыли секрет профессионального мастерства. Медиафорум прошел на базе Здравительно-образовательного центра смены и собрал сотни человек. Молодые журналисты приняли участие в опросе для программы «Все по-взрослому» на телеканале «Кубань-24». Одна из участниц опроса, Юлия Котельникова, привыкла стоять по обе стороны видеокамеры. Прямо во время образовательных занятий девушка снимает ТВ-сюжет. Для меня ТВ-сюжет было больше нескольких лет. Я занималась профессиональной студией. Мои эфиры были, точнее, мои сюжеты были в эфире. И как бы я пришла сюда работать, усовершенствовать свои навыки. И для меня это, правда, бесценный опыт. Ведущий педагог медиашколы, руководитель детских программ телеканала «Кубань-24» Екатерина Котеева рассказала, как создать видеоконтент, который наберет больше миллиона просмотров. О конвергентных медиа и качествах современного журналиста участникам медиафорума рассказала директор медиашколы Дарья Новицкая. Журналист должен уметь сейчас действительно многое, выехать в поле и записать интервью, и сделать какой-то видеоблог, анонс, и репортаж, и записать какое-то аудио на подкаст. Мы говорили об универсальности и о том, что сейчас очень нужно быть таким многоуровневым специалистом. Каждый день у молодых журналистов наполнен образовательными занятиями и мастер-классами от экспертов в области журналистики. Итогом смены станет создание проектов работы современного медиа-центра. Далее прогноз погоды на завтра. Партнер прогноза погоды – компания «Трансстрой». Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый, зарплата достойная. Телефон 8-992-336-07-93. 8-992-336-07-94. По прогнозам синоптиков, 10 апреля в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 23 градусов, ночью прохладнее 13 выше нуля. Ветер северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. И еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров, отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь» Анапа Самбурова 254. Мы делаем спорт доступным.